Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Это Маздам. Обычно я снимаю только дегустацию сыров, то есть я снимаю в начале рецепт, после того как сыр готов, если он готовится долго, мы с Ларисой снимаем дегустацию. Маздам достаточно сложный сыр и мы приняли такое решение снять не только дегустацию, а процесс его вызревания. Поэтому, если вы сейчас смотрите этот ролик, у нас есть ролик о приготовлении сыра Маздам. Ссылку я размещу в описании этого видео. В этом видео мы расскажем о том, как этот сыр правильно должен вызревать, будем показывать этапы вызревания и в конце концов придем к дегустации, конечному результату. Конечно, будет это через 4 месяца и, соответственно, ролик о том, как его сделать, уже будет 4-х месячной давности. Но я думаю, что люди, которые захотят, и наши дорогие подписчики, которые захотят сделать этот сыр, смогут освежить в памяти и посмотреть предыдущее видео. Итак, 17.09.17 мы сделали этот сыр. Приготовили, сделали о приготовлении видео. Оно есть у нас на канале. Прошло 10 дней. Сегодня 27.09.17. Я все стикерую. Сыр прошел первую стадию вызревания, холодную стадию. Проходил он в холодильнике при температуре 10 градусов и при влажности. Влажность должна быть 80-90%, то есть влажность для вызревания этого сыра должна быть очень большая. Для того, чтобы обеспечить такую влажность, мы сыр помещали вот в такой вот герметичный контейнер и размещали здесь контейнер с водичкой. Время от времени, ну где-то раз-двое суток мы сыр переворачивали. Ну, собственно говоря, и дополняли эту водичку. Значит, что он здесь сейчас представляет? Он не покрыт латексом. Пахнет очень вкусно. Он покрылся уже такой достаточно сухой, немножко жирноватой корочкой. То есть она не совсем сухая, она вот жирненькая на ощупь. И сам сыр, как видите, он еще не вздулся. То есть в процессе вызревания, сейчас начнут работать пропионокислые бактерии в теплой стадии вызревания, и сыр потихонечку начнет раздуваться. Таким образом будут образовываться характерные большие глазки. Характерные глазки, блин, ну короче, для этого сыра характерные большие глазки. Вот они начнут образовываться. Нам сейчас надо обеспечить ему теплую стадию вызревания. Первое, что мы сделаем для этого, это покроем сыр латексом, жидким латексом для вызревания сыров. Видео, как покрыть сыр латексом, есть тоже у нас на канале. И, наверное, ссылку я тоже размещу в описании этого видео. И отправляем сыр, покрываем его и отправляем на теплое вызревание. Значит, теплое вызревание должно происходить при температуре 20 градусов, не выше 22 градусов. Это критично, потому что пропионокислые бактерии могут погибнуть или перестать работать. И тоже при влажности 80-90%. То есть, что мы сейчас делаем? Мы сегодня покроем этот сыр латексом. Завтра я его уже покажу покрытый латексом. И точно так же оставляем его в комнате при температуре 20 градусов. У нас в доме сейчас температура около 20 градусов, поэтому мы ничего делать не будем. Если вы готовите сыр летом и температура в комнате днем поднимается выше, а у вас нету отдельной камеры, в которой вы можете обеспечить... Ну, наверняка, я в своей камере не могу обеспечить температуру 20 градусов, потому что у меня там вызревают другие сыры, которым нужна температура 10 градусов. Соответственно, этот сыр должен вызревать отдельно. То есть, понятно, если его готовят в больших условиях, то используют отдельные камеры. Так вот, если вы не можете обеспечить постоянную температуру и днем жарко, ну, в принципе, жарко-то и днем, и ночью, но температура выше 22 градусов, значит, сыр надо попеременно на ночь вынимать, ставить в комнате при комнатной температуре на день, где-то с 9 до 6, чтобы он охладился, ставить на верхнюю полку холодильника, там, где самая высокая температура. Все это будет происходить в этом контейнере, он будет закрыт, и в нем обязательно для поддержания влажности будет присутствовать вот такая вот емкость с водой, друзья. Ну, собственно говоря, говорил уже, не говорил, процесс теплого вызревания для Маасдама длится 20 дней. То есть, сегодня 27-е, 0-9-е, значит, мы отсчитаем 20 дней, и сыр у нас будет вызревать. Я думаю, что со временем можно будет увидеть разницу, то есть, завтра я покажу этот сыр покрытый латексом еще раз. А после этого, допустим, через 10 дней, когда он уже поднимется и начнет округляться, я буду показывать процесс. Ну, вот, собственно говоря, все. Мы приготовили латекс, друзья. Не будем вас утомлять этим процессом. Покрывать достаточно просто вот такой вот кисточкой просто сыр красится латексом. Но, опять же, если интересно, можете посмотреть видео у нас на канале. И до завтра. Ну вот, друзья, мы покрыли вчера наш Маздам латексом, и он у нас зреет при комнатной температуре. Как раз сейчас где-то в доме 20 градусов. Сейчас покажу, как он выглядит. Ну вот, мне кажется, он уже немножко начинает округляться. А может, это мне так хочется. Ну, в общем, влажность мы здесь в контейнере поддержим с помощью сосуда с водой. Стоит он в закрытом контейнере. Раз в двое суток его переворачиваем. И так он у нас должен простоять 20 дней. Через 10 дней проведем осмотр его. То есть, мы покажем. Я думаю, что через 10 дней он уже заметно округлится. И как бы посмотрим, ну, посмотрим, что будет получаться, друзья. До встречи через 10 дней. Друзья, наш Маздам провел 20 дней на теплом созревании. Я думал, что он раздуется. Но вот он немножко, чуть-чуть совсем сдулся. То есть, ну, он в латексе. Ничего сейчас не понятно, что там внутри происходит. Вот. Я, честно говоря, думал, что он так округлится больше. Ну, посмотрим по конечному результату. Посмотрел несколько видео именно производства сыра. Как-то получается, я думал, что эти пропилнокислые бактерии, они вот, когда образуют эти большие глазки внутри, они раздувают сыр. Ну, получается, что в производственных условиях, когда его делают, он тоже не раздувается. Головка остается плоская. Поэтому, ну, вот, 27-го, 0-9-го мы его поставили на теплое созревание. Сегодня 18-е, 10-е. И мы его отправляем на холодное созревание. То есть, получается, 3 недели у нас созревать он должен всего 4 месяца. 3 недели у нас прошло. Значит, еще, грубо говоря, 3 месяца и неделя. После этого будет дегустация. И уже, как бы, по разрежем. Посмотрим, что получилось. Ну, кстати, по твердости такой он упругий. Но не такой твердый, допустим, как голландский сыр. Ну, честно говоря, мы этот сыр делаем впервые, как я уже говорил. Очень интересен самому результат. Поэтому я вот так вот его снимаю с промежуточным видео с процессом созревания. Чтобы, ну, показать вам, дорогие подписчики, как, ну, как происходит процесс созревания и какой получится результат, скажем так. Ну, в общем-то говоря, до встречи через 3 месяца. А, да, помещаем мы его в камеру для созревания сыров. Температура 10-11 градусов, влажность 80%. Это идеальные условия. Если таких идеальных условий нету, то верхняя полка холодильника, контейнер. И для того, чтобы создать влажность, контейнер ставим емкость с водичкой. Вот мы используем где-то нашу емкость. Ну, используем колпачок просто от какого-то лекарства, вот такого где-то диаметра. А, вот. Вот, сейчас покажу. Вот такую вот емкость мы используем, как бы, если нам надо в контейнере поднять влажность. Ну, собственно говоря, на этом все. До встречи через 3 месяца. Итак, дорогие друзья, как и говорили, наш МАЗДАМ разревал 3 месяца. Ну, и, собственно говоря, думаю, настало время его разрезать и попробовать. Но что-то мне кажется, что таких классических глазков, как вот должны быть в настоящем МАЗДАМе, мы тут не получим. Ну, резать все равно надо. Наверное, вот так вот закончу это дело. Ну, да. Глазки такие достаточно маленькие. Сейчас сделаем нарезочку. Как же ее сделать? И покажу вам разрез нашего сырочка. Разрез сырочка. Ну, пахнет очень достойно. Хоть глазки и не МАЗДАМовские, но запах просто потрясный. Так, друзья, как обычно, показываю срез и потом пробуем. Вот, видите, он хоть и глазастый немножко, но глазочки достаточно маленькие. Ну, вот как бы причина. Сейчас поговорим о причине, почему так произошло, на мой взгляд. Ну, и, собственно говоря, попробуем. Аромат очень классный. Аромат классический, я бы сказал. Ну, вот реально очень-очень-очень яркий-яркий аромат. Ну, действительно, я вот разрезал аж класс. Ну, не знаю, с чего начать. Наверное, все-таки попробую. Очень ароматный сыр получился. Вкусно пахнет. Но вот он такой желтый за счет того, что... Если вы, кстати, не смотрели наш рецепт приготовления, то видео со ссылкой... Вернее, ссылку на видео с нашим рецептом я размещу в описании этого видео. Желтый, потому что добавили натуральный краситель. Вот мне очень нравится цвет. Кстати, наверное, буду почаще использовать краситель. Реально красивый результат. Ну, собственно говоря, мы все привыкли к тому, что сыр желтый. А натуральный сыр получается такой, достаточно светлый. Ну, вот с натуральным красителем он такой желтенький у нас получился. Почему, на мой взгляд, маленькие глазки? Как вы помните, мы использовали... Ну, если не помните, посмотрите видео. Использовали смесь из двух мизофильных заквасок. 50 на 50. Обычная мизофильная закваска. И газообразующая. Я бы все-таки газообразующий увеличил. Взял бы ее 75%. Обычный 25%. Это первое. Второе. Все-таки величиной вот такими маленькими глазками, мне кажется, головка. Очень маленькая головка. Не хватило у этой газообразующей закваски, вот у бактерии, силы ее раздавить и сделать большие глазки. Но они четко выраженные, хоть и маленькие. Ну что, друзья, попробуем. Кстати, видите, это очень классно отделяется покрытие наше. Слюнки текут уже. Великолепно. Ну, отличный, такой прям на сладковатый вкус. Немножко, немножко фруктовый. Вот после вкуса даже яблочная, я бы сказал, какое-то. Должен быть, должен быть немножко ореховый, тоже привкусный. Вот я его не улавливаю. Хорошая фруктовая послевкусие. Вот я же говорю, немножко даже вот вкус свежего, такого зеленого яблока. Не могу сказать, что по внешнему виду мы приготовили классический МАЗДАМ, но по вкусу мы попали очень четко. Итак, для того, чтобы получить больше глазки, ну, единственные, единственные, температурные режимы мы все выдержали правильно. Срок выдержки выдержали правильно. Может быть, на первом этапе созревания можно немножко повыше температуру и побольше газообразующей закваски. Соотношение немного изменить. Ну, вот будем делать следующий там какой-нибудь родомер тоже, который с большими глазками. Посмотрим, какой результат у нас получится там. Ну, а по вкусу, по-моему, мы попали идеально. Это реально правильный МАЗДАМ. Очень вкусный. Есть все-таки ореховая нотка. Но аромат, аромат просто нечто. Наверное, кстати, вот могу смело сказать, из твердых сыров вот такой, ну, нельзя сказать, что это самый лучший, но из того, что мы делали, в десятку лучших этот сыр точно можно отнести. Причем он не пересох. Он совершенно правильной консистенции. В общем, я доволен результатом, дорогие друзья. Пробуйте делать по нашему рецепту, учитывая вот те вот нюансы, которые я только что озвучил. Ну, собственно говоря, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного и нового. Ставьте пальцы вверх, если видео было вам полезным. Ну, а если не было полезным, то тоже ставьте пальцы вверх. Кстати, очень часто спрашивают, о чем Лариса не дегустирует. Вот Лариса не очень любит находиться в кадре. Вот она у нас очень скромная девушка и поэтому не дегустирует. Не подумайте, что я такой злой и вот постоянно сам жру. Мы с Ларисой на самом деле абсолютно все делаем вместе, дорогие друзья. Итак, друзья, собственно говоря, готовим для вас в этом году очень много. Кстати, с Новым Годом всех! С Новым счастьем! Счастья, здоровья, мира вашему дому! Естественно, готовим в этом году для вас очень много новых рецептов. У нас огромные творческие планы, поэтому оставайтесь с нами. Ну и всего доброго! Пока! Наилучшие пожелания!